И еще раз о том, что или как. Итак, мы рассмотрели два подхода к исследованию шедевра, два оценочных искусствоведческих лагеря формалистов и образников. Ну а что же сам художник? Ну, смотря какой, конечно. Но зачастую создатель художественного произведения не имеет никакого отношения ни к одному, ни к другому лагерю. Уверен, что Август Ланин и не подозревал о том, что одно движение главное, другое второстепенное, и что ощущение скорости продиктовано приоритетным направлением нашего взгляда слева направо. А учел ли он в первоначальных эскизах отзеркаливание изображения при печати линогравюров все-таки? Понимал ли он, что не перевернись изображением, и получили бы другую картину, другое движение? Второй план бы поехал быстрее, а передняя там байдарка и чайки застыли бы на месте? Думал ли постоянно Пахетонов о том, что гармония цвета достигается точным равновесием оппозиционных цветов, и поэтому рядом с этим теплым желтым, коричневым его производным, нужно непременно положить голубой-синий? Художник чувствует и делает. Задача искусствоведа расшифровать и объяснить удачу, понять секрет, раскрыть творческий метод. И уж точно Рубенс, накладывая лессировку краплака поверх изумрудной зеленой, не думал, что это то же самое оптическое смешение, которым потом так будут бравировать какие-нибудь неоимпрессионисты, но будут делать его технически иначе. Но и обратно. Ни Фридрих, ни Писсаро, ни Констебль наверняка и не думали о тех образах, которые рождаются в наших головах при виде их пейзажей, тем более у нас, сегодняшних. Никому не удастся понять образы, которые рождались в главе автора Герники Пикассо или Сальвадора Дали, создавшего «Сон». Попыток интерпретации картин Вермеера множество, от самых бытовых до космических. Но о чем думал сам художник, остается за кадром. Интерпретаций может быть бесконечное множество, но это литература о картине, не исследование, не оценка. Стат Роза Пристина номине номина нуда тенемус, название диптиха. Что хотел сказать автор? Причем здесь Роза и ее имя? Ну, с одной стороны, это отсылка к строчке из поэмы XII века «Де контемпту мунди» о презрении к миру монаха Клюни Бернарда Марландского. Строчка не очень согласовывалась с предыдущим текстом, и, возможно, переписчики меняли Роза на Рим. Соответственно, менялось и значение. От Рима ничего не осталось, лишь имя. Но этой фразой на латыни заканчивается и всем известный роман имя Розы Умберто Эко. Роза при имени прежнем, с ногими мы впредь именами в несколько корявом переводе. Сам Умберто Эко, разъясняя эту фразу, отмечал, что она многосложна, а название вообще должно запутывать мысли, а не дисциплинировать их. И вот поинтерпретируйте после этого. Взгляд зрителя скользит по картине и стремится к центру. Значимые элементы изображения подчиняются особому ритму и заставляют вспомнить золотое сечение и золотую спираль. Движения группы медленные, ритм несколько рваный. Центр выделен большей детализацией и контрастной фигурой. Наш взгляд блуждает и снова возвращается к центру для более медленного осмотра. Этого требует оптическая иллюзия, растворение фигур дальнего плана, своеобразная мимикрия, серая на сером, красная на розовом. Кстати, благодаря этому растворению, а еще отсутствию спиц и расположению на сцене, но большая часть осталась позади, велосипед не быстро, но все-таки едет. Нижняя часть диптиха нарочито, абстрактно. Росчерк превращен в подпись. Форма пятен, цвет и даже некоторые технические приемы, вроде наполнения плоскостям и стихинам, повторяют верхнюю часть. Таким образом, диптих контрастен по стилю реализм-абстракции, где нижняя часть является абстрактной транскрипцией верхней. Из-за симметрии низ воспринимается вполне гармонично, не разрушая даже реалистическое пространство. Напоминает отражение, мираж, эхо, где действительно от персонажа ничего не осталось. Или от рима ничего не осталось. При менее детальном рассмотрении можно заметить крест, образованный основными статичными элементами диптиха. Его горизонтальное положение, как при шествии на Голгофу. Серый крест на бледно-красном фоне. Красный цвет здесь не яркий, как выгоревшая краска на стене на жарком итальянском солнце. Он не агрессивный, но создает основное декоративное звучание. Он добирает яркости к середине, к горизонтальной линии, чуть выше геометрической оси, к зрительному центру, благодаря одеждам персонажей. Серый приобретает сложные зеленые оттенки, противоположные по кругу Иттона. Начиная с XIX века были попытки связать живопись с музыкой. Музыка увлекала художников, помогала удержать то состояние напряжения и сосредоточенности, которую образники обязательно назвали бы вдохновением. Илья Репин вспоминал, как в 1881 году в Москве в один из вечеров слушал новую вещь римского Корсакова «Месть», которая произвела на него сильные впечатления. Он писал, эти звуки завладели мной, и я подумал, нельзя ли воплотить в живописи то настроение, которое создалось у меня под влиянием этой музыки. Я вспоминал о царе Иване, какая-то кровавая полоса прошла через этот год, я работал завороженный. Абстракционист Василий Кандинский, услышав музыку Арнольда Шонберга, создал свое впечатление, а потом и вовсе провозгласил новую концепцию взаимопроникновения музыки и живописи. Кандинский ушел в беспредметную живопись, Шонберг в беспредметную музыку, ушел от традиционной музыки к додекафонной, диссонансной, которую уже трудно воспринимать слухом. Трудно воспринимаемые картины, трудно воспринимаемая музыка. Зато другой композитор Александр Скрябин искал параллели живописи и вполне традиционного музыкального произведения, но где каждая нота приобретала цветовую окраску. Опыты по цвету и ощущению звуков проводились не раз, и вполне логично, началом отчета часто определялся красный, как нота до. Так что если образники дадут волю своей фантазии, то запросто положат не только картину на музыку, но и наоборот. Ну, например, на основе равномерной темперации, следуя за ритмом картины, расположением 12 персонажей, чем не намек на 12 полутонов, учитывая интервалы и усиления, можно записать звуковой ряд в пределах первой октавы, а повторяя, повышая, затем понижая, получить уникальный, вполне законченный музыкальный фрагмент. Вероятно, это создаст еще один образ, и больше всех будет удивлен автор картины. Не стоит и пытаться думать, что мы можем разгадать рожденный в чужой голове образ, его, автора, мысль. Он и она так же индивидуальны, мимолетны и неоформленны, как и наши попытки. Говорить об образах – это соревноваться в собственном воображении, дело, безусловно, интересное, но к искусствоведню, как к науке, не имеющее прямого отношения. Тем не менее, компромисс в нашем споре может быть найден. Ну, во-первых, о первичности, на что стоит обращать внимание. То есть сначала одно, потом другое. Сначала формальные признаки, потом образ. В идеальном и неконфликтном искусствоведческом исследовании смогут высказаться формалисты и образники, достигнув желаемого единства всех возможных составляющих. Во-вторых, о характере исследуемого предмета. Если это Джексон Поллок, то скорее стоит говорить не столько об образах, сколько о его понимании искусства, о живописи действия. Но если это Рембрандт, можно говорить о сложной фантастической живописи, о барокко, о символах. Если Ван Гог – о цвете и душевных болезнях. О самом художнике, потому что это стало важным. Если Малевич – о формальности супрематических композиций, потому что если не выучить авторские полные поэзии слова о черном квадрате, как о божественном младенце, ну, почувствовать такой образ проблематично, поскольку невозможно родить никакой образ столь малыми средствами. И третье – экскурсоводу или искусствоведу на лекции при непосредственном общении с неподготовленной публикой проще говорить о простом и понятном, поделиться забавными или даже противоречивыми инвенциями и интерпретациями полотна, образами, тогда как искусствоведческий текст, имеющий другую, более профессиональную аудиторию, предполагает и большую сухость исследования, более формальный подход. И всем будет хорошо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok